добрый день девушки сегодняшнем видео я хочу начать со слов благодарности за комплименты за все теплые слова которые были сказаны под первым видео я не думала что он будет иметь какую-то мотивацию или какую-то популярность мне очень приятно ваше мнение вашей истории я вас сердечно благодарю я обещаю что в скором времени куплю микрофон не нужно будет прислушиваться ко всем словам и пытаться услышать что я говорю но я постараюсь пока так рассказать свои мысли в общем в чем суть сегодняшнего видео я бы хотела поговорить о любви про любовь видео не запланированное мне просто было такое желание записать его немножко с вами поболтать девочки я прочитала все комментарии это чудесно у у каждой есть порыв менять себя порыв менять свою жизнь и каждая уже на пути к любви к себе что такое любовь к себе это достаточно сложное понятие и мне кажется это самое сложное чувство то есть то чувство которое сложнее всего испытать почему потому что мы привыкли себя ругать мы привыкли себя критиковать мы привыкли себя немножко недооценивать говорить что ой ну я вот руки не из того места уйдет это не особо сообразительное он так себе готовлю ой но это же я я вот тут опоздала ой ну тут у меня не очень там не очень и фигурка не очень вот как это подкорректировать и почему-то мы все время себя обижаем 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 но мы как бы это неосознанно но можно же себя критиковать мы же в принципе на себя не можем обидится и самое простое до критикового человека который не может вам ответить то есть по самому мы можем скрывать на себе злость да не получать ответ потому что это невозможно знаете мое мнение про любовь к себе сложилось из нескольких источников это немного психология в большей степени это ведические знания веды одно время прям очень много слушала лекции на данный момент есть некоторые духовные учителя которые мы больше всего близки в принципе все что я сейчас вам скажу я постараюсь недолго это это как бы совокупность всего того что я слышала вокруг себя что читала что изучала и свой личный опыт по поводу отношения к себе что хотела бы сказать знаете мы в принципе себя в этом мире не видим мы видим этот мир от первого лица конечно себя проще всего не замечать себя проще всего обижать но подумайте вспомните любимого человека самого любимого вы разве можете сказать что он как-то некрасив или что в нем что-то не так я не думаю в любимом человеке мы любим все и его минусы нам кажутся изюминкой нам кажутся идеальными и понимаете в чем дело даже любовь должна должны испытывать сами к себе тоже любовь посмотрите на себя со стороны посмотрите на свои глаза на свой носик на губки разглядите себя поймите что вы самый близкий себе человек что обижать себя нельзя мы же не можем любим любимому человеку сказать что он здесь не такой как все он хуже остальных что ему нужно вот постараться что заслужить нашу любовь нет мы любим просто так и это же самое чувство мы должны испытывать сами к себе ну что насколько мы полны любви любовью к себе настолько мы эту любовь можем отдавать самые простые шаги которые мы можем сделать к себе на встречу это совважение свое личного я личного пространства личного мнения и личного комфорта знаете как часто бывает накрываем на стол и забываем одну тарелочку которая наша готовим пирог и оставляем самый подгоревший кусочек ему себе конечно но это разве есть любовь это разве есть отношение уважительное к себе нет это вот все самое плохое но это мне я же не обижусь на себя и знаете вот те недостатки что у вас есть они здесь абсолютно в каждом человеке и это наше совершенство раз в этом мире придуманы такие разные формы цвета и и сочетание значит они должны быть значит они должны здесь и сейчас быть если в данный момент мы затрагиваем волос тему повоз то я считаю что раз природа придумала такой рисунок на голове значит так должен быть значит это естественно я просто не понимаю кто сказал что тело человека или его внешность должна быть конкретно такой это же путь в страдания путь в тревоге путь к самокритике нет так делать не стоит тело человека должен быть таким каким его создал природа наша задача поддерживать его здоровье закрашивать нервничать переживать и стрессовать из-за того что у нас какой-то не такой цвет волос недостаточно длинные ноги недостаточно тонкая талия не так грудь это же все ерунда мы совокупная личность поймите другие люди не оценивают вас так детально другие люди смотрят на вас как на человека в целом это мы себя рассматриваем под микроскопом разыскивая недостатки из-за них себя укоряя я просто хочу сказать что мы женщины мы создание божественное там безусловная любовь она в нас есть самого рождения та маленькая девочка которая росла которая на мире смотрела большими добрыми глазами которая верила всем она в нас осталась и мы имея и сейчас взрослое состояние и даже не заботиться по взрослому о той маленькой девочке не обижать не критиковать да замечать какие-то свои недостатки которые хочется изменить нужно как их изменить нужно себя обучить обучить себя пунктуальности если мы постоянно опаздываем обучить себя ответственности постараться может получится, может не получится но мы должны в себе относиться с заботой как к ребенку мы должны иногда на что-то свои какие-то недостатки закрывать глаза для того чтобы как-то развить эту любовь к себе посмотреть на себя со стороны в нашем мире есть классные изобретения нам повезло для этого есть видеокамеры не обязательно постоянно снимать и выкладывать в интернет я не про это я про то что можно фотографировать себя с разных сторон в разном настроении записывать видео с разными эмоциями и смотреть на себя со стороны это не надо выкладывать это оставьте это как личную терапию и мы потихонечку глядя на себя со стороны начинаем себя влюбиться начинаем любить неправильные формы лица неправильные начинаем любить какие-то особенности вы знаете вот у меня на пути к отращиванию волос я задавалась я сказала себе так мы попробуем я беру ответственность принятие решений все на себя мы попробуем если это может не получиться это не обязательно что должно быть на сто процентов хорошо мы я дам себе возможность и понаблюдаю понравится это мне или не понравится оставить так или не оставлять то есть то есть понимаете я дала себе выбор я начинаю этот путь и я позволю себе на этом пути ошибиться и тогда идти проще когда мы ставим какую-то цель и прямо переживаем что вдруг мы не сможем ее выполнить тогда намного сложнее а когда мы считаем что есть цель и я могу к ней идти я могу ошибаться а я могу в принципе быть неправа может быть такое и что мне за это будет да ничего нет наказания мы не будем себя наказывать критикой мы не будем себя наказывать злостью на себе срываться нет понимаете как вот есть два пути да принятия себя через какие-то это замыленные вот этим всем обществом глаза когда мы бежим на коррекцию фигуры аппаратами иглами когда мы недовидим какие-то части тела своего когда мы прямо через злость его хотим прямо изменить прямо его перекрутить это один путь другой путь когда мы через любовь через доброе отношение к себе пытаемся исправить и исправляем медленно потихонечку день за днем наращивая это чувство любви и мы исправляем себе те моменты которые нам не комфортны в этом случае мы о теле заботимся потихонечку меняем питание меняем отношение к телу понимаем что да нашему телу нужно время да я даю тебе это время меняйся а я буду наблюдать и помогать то же самое с волосами да я решила отрастить волосы я даю на это себе время я принимаю себя и я буду наблюдать и помогать себе я буду видеть когда мне нужна помощь я буду понимать что сейчас нужно это принять во время отращивания на тот переход где седы и окрашены вот это вот ужасная волоса но это какая то человеческая черта обращать внимание только на первую очередь на негатив я такая же и в идеале обращать внимание на то что уже отросло посмотреть ой что это за узор ой а как это будет по всей длине это интересно фантазировать отступать от этого от этого момента хочется сдаться сдаться первые может быть полгода будет хотеться сдаться но за полгода волосы пройдут такой путь что мы глядя на них будем думать слушайте ну я уже полгода потерпела я еще полгода потерплю как то нормально вот и со временем отступать все будет хотеться меньше но главное это переломный момент он конечно у всех бывает мотивируйтесь окружайте себя похожими женщинами вы просто посмотрите насколько они все неповторимы насколько они все гармоничны и естественны потому что они любят свой цвет волос они любят себя от природы и знаете вот первое время как на моем опыте было я по неопытности обращала внимание на реакцию людей вокруг мне прямо я ходила по улице и вот так вот как запуганный олень я смотрела на всех кто на меня косо посмотрел ой она наверное подумала что же ужас на моей голове ой а эта женщина и это на меня косится и и эти мысли загоняли меня и эти мысли загоняли меня просто в какой-то тупик в стресс в бешеный стресс и вот буквально этой весной 2019 я решила что просто не буду замечать людей которые на меня косо смотрят я перестала их замечать трудно было первое время но я перестала обращать на них внимание я не смотрела смотрят они не смотрят оценят они мою внешность или нет не важно потом я стала понимать что в принципе этих людей это я не было это все в моей голове может быть я своим запуганным видом вызывала у людей такую реакцию что люди смотрели и думали что это что это с этой женщиной понимаете когда мой запуганный вид прошел ушел когда я стала принимать себя целиком не отдельно волосы не отдельно там я целиком когда я стала за волосами ухаживать еще интенсивнее я стала их укладывать сегодня кстати я хотела накрутиться кстати накрученные интереснее смотрятся потому что они так перемешиваются и сияют захотела накрутиться собрать красивую долечку может быть аккуратненько внизу выпустить прядь по разному и когда я стала за нее ухаживать знаете вот когда через какие то опасности через какое то препятствие преодоление мы пытаемся всегда себя сломать и отрастить эти волосы но эти волосы немножко не любим потому что они доставляют в этот момент нам дискомфорт а если полюбить их перестать нервничать и думать и ухаживать это будет совсем другое получается одна женщина отращивающая себе волосы нервничает не любит эти волосы и как то струсует пытается эту границу убрать между цветом она выглядит по другому она выглядит не гармонично и другая женщина которая принимает и спокойно наблюдает за тем как они отрастают и понимает что это ей благо и ей это нравится самое главное что ей это нравится она смотрится гармонично и любая женщина которая смотрится гармонично она красива не важно какая фигура не важно какая одежда женщина которая себя с собой наслаждается она всегда говорит в общем девочки я под этим видео очень постараюсь оставить ссылочки найду накопаю у меня их много ссылочки женщин которые вдохновляют и вы поймете что в белых волосах ничего страшного или зазорно абсолютно нет любая форма созданная в этом мире она нормальна рост вес телосложение даже количество пальцев цвет волос это все нормально абсолютно это сейчас наше время иллюзий когда люди создают какие-то идолы идеалы и ломают остальных пытаясь подстроить их под эти идеалы перестаньте мнение окружающих должно быть мнением окружающих если женщина какая-то смотрит на вас косо или критикует поймите это ее проблема это не ваше дело люди которые посылают нам негатив поймите это в первую очередь проблема этих людей значит они этот негатив сначала посылают к себе а потом к нам поэтому чтобы мир транслизировался в любовь чтобы дарить эту любовь нашим мужчинам нашим детям нашим родителям братьям сестрам подругам друзьям эту любовь нужно сначала зародить к самой себе поэтому женщины вы самые прекрасные создания вы уникальные вы творческие вы эмоциональные вы нежные ранимые вы чувствуете вы любите именно женщинам дана такая возможность с рождения иметь безусловную любовь именно женщинам дана такая возможность создавать жизнь любите себя за все свои достоинства за все свои недостатки недостатки если вдохновляйтесь вдохновляйтесь через йогу через подход осознанный к питанию который вам полезен и вкусен через похожих на женщин с похожими моментами в жизни которые они преодолели через любованием собой не нужно всем об этом знать что мы записываем видео миллионы видео сторисы фоточки не нужно это всем знать понравилось выложите раз еще больше оставьте себе любуйтесь собой это не грех смотря на себя с стороны мы начинаем в себя потихонечку влюбляться и хочу сказать девочки если вам нужна какая-то помощь просто поблагодарить в контакте в инстаграме я всегда за мы можем обсудить тему волос тему мужчин тему любви к себе и все остальное я только за добавляйтесь в контакте или в инстаграме или просто пишите я благодарна каждой кто высказал свое мнение свои истории и мне часто говорят что я вдохновляю но я вдохновляю если кого-то потому что кто-то когда-то вдохновил меня и я всегда благодарна этим женщинам я всегда о них помню я желаю вам пламенного романа с самой собой желаю вам безусловной любви к самой себе желаю вам проявляться в неожиданных приятных моментах в самой себе приятных цените себя женщины уважайте себя и лучше себя любить до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч Субтитры создавал DimaTorzok